Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу вам историю, которая заставила меня плакать. Представьте молодую, красивую, 19-летнюю девушку, которая учится в университете, которая строит планы на жизнь, которая от жизни ждёт радости, любви, добра и счастья. И тут на неё сваливается страшный диагноз – рак. И вердикт врачей, что лечиться уже поздно, и нет смысла в этом. Её отправляют домой умирать. Мама в отчаянии за безысходности не знает, что делать, и едет за советом в монастырь вместе с дочкой. Дочку она ведёт под руки, потому что девочке очень трудно, и она мучается бесконечных головных болей. Она уже истощена, потому что рак захватил её всецело. Опухоль дала метастазы. Она уже достигла таких размеров, что сместила глазное яблоко и даже вылезла на лбу. Олечка так звали эту бедную девушку, которая мучилась от головных болей настолько, что не могла уже кушать и была ужасно слаба. Родная бабушка девочки шила уже для этой красавицы погребальные одежды, так как врачи предупреждали родных о скором уходе. В монастыре настоятель отец Сергий сказал Оле, если хочешь пожить, оставайся в нашем монастыре. И она приняла решение остаться. С первых дней жизни в монастыре девушке полегчало. Она смогла принимать пищу и даже смогла потихонечку двигаться. Когда Ольге в обители начало возвращаться здоровье, то появилась надежда, что она полностью выздоровеет, и в таком случае она навсегда останется в монастыре. Этот обед она дала Богородице. Поделившись мыслями с отцом Сергием, услышала от него. Оля, ты должна понимать, насколько серьезные вещи ты обещала Богородице. А тем временем опухоль совершенно исчезла, и лицо приобрело прежние милые черты. Когда Оля излечилась, приезжавшие навещать друзья и родные девушки в один голос твердили, что она молода и красива, и что не стоит ставить крест на возможности создать семью и родить ребенка. Необходимо, в конце концов, завершить учебу, а в старости можно вернуться в монастырь и служить Богу. И сердце Ольги начало склоняться к тому, что возможно правильнее покинуть обитель и продолжать мирскую жизнь. Об этих сомнениях девушка рассказала отцу Сергию. Батюшка напомнил Ольге про обед и что это очень серьезно, и предложил не торопиться, а помолиться вместе, чтобы Богородица указала, как быть дальше. Они помолились, и после этого опухоль возникла вновь и начала расти невероятно быстрыми темпами. Девушка воспринимала это без ропота, спокойно. Люди восхищались ее стойкости и мужеством. Она поняла, что все это дано для сохранения светлой души. Ведь если бы Оля нарушила обед, то, вернувшись в мир, могло произойти что-то страшное, от чего могла погибнуть ее душа. Так как Оля быстро теряла силы, ее постригли монахини, а вскоре и схемонахини с именем Анна. Девушка испытывала жуткие боли, но при этом она с благодарностью принимала их и все время повторяла, что она счастлива. За некоторое время до смерти схемонахиниани к нам в монастырь приезжал монах Давид. Он взрослый мужчина, зашел с отцом Сергия к ней в келю. Когда посмотрел на нее, он был потрясен. Потрясен вот этому ощущению, ощущение вот этой вот силы, внемощи, которая была видна вот этой вот 20-летней девочке, схемнице. Он смотрел на нее очень, точнее, нет, вот ощущение этой чистоты, которая была в этой монахине, она и была тогда еще схемницей. Схемой она была чуть позже. И вот она ему задала такой вопрос, она говорит, почему я такой серьезный? Он говорит, я не серьезный, я просто думаю, как тебе помочь. И она ему сказала, а ведь у меня все хорошо. И тогда он выбежал в коридор, и там он расплакался. И она отошла в вечность на Страстной Седмице в пятницу, в тот самый час, когда Господь, вот, душа вышла из тела, находясь на кресте. Хоронили ее в Пасху, хоронили ее со словами пасхальной радости, когда отец Сергий говорил, Христос воскресе, схемонахиня Анна, Христос воскресе. И у всех, кто был на похоронах, было ощущение такой радости, такого света, что это было удивительно, просто удивительно. Знаете, что я вынесла из этой истории? У Амар Хаяма есть замечательная фраза, которая звучит так. Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед. Дай хлеба одному, навек запомнит, другому жизнь пожертвуй, не поймет. Первые две строчки этой мудрости очень хорошо подходят под сегодняшнюю историю. Светлые люди из горьких обстоятельств жизни выносят добро и свет. А еще я поняла, что не стоит давать советы даже самым близким. Завтра я выпущу новое видео. Мой канал молодой, он существует всего три дня. Я жду ваших подписок и ваших лайков. Если вам понравилось, ставьте лайк, или если не понравилось, ставьте дизлайк. Всего хорошего, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!